Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренней серии... Здравствуйте, друзья! Мы снова вместе. Сегодня у нас немножко у меня планы изменились. Хотел начинать, как обычно, с писем. Позвонил Бродский Юрий Васильевич и... Так, и попросил одну просьбу. Вот просьба вот такая. Вот это сам Васильевич, кто её помнит бодрым, здоровым. Вот сейчас, конечно, всё не так, но подводит итоги своей жизни. И вдруг получилось так, что американские и канадские его друзья... Ну, наши русские, я так понял. Ну, в данный момент американские и канадские, они занимаются этими же абрикосами Бродского Юрия Васильевича. Так, это просто фотографию я срочно, так как время было мало, какой нашёл, такой вставил. Чтобы представляли, как вам речь идёт. И вот мы с вами в моём саду, где растут косточки Бродского. И я должен дать им предварительную характеристику. Вот, я растерялся, плоды зелёные, много непонятного. Тем не менее, просьбу выполняю. Два приёма. Первая сегодня, а вторая будет уже в моём саду, когда созреют эти же плоды. И можно будет сделать окончательные выводы. Что такое предварительные выводы? Значит, ну, понятно, что я часто говорю, что дети – наше будущее, а правительство об этом не знает, что оно будущее. Поэтому сейчас идёт планомерное уничтожение генофонда. Я об этом отдельно как-нибудь устрою в фильме, потому что уже невыносимо смотреть, что творится. Ладно. А пока о хорошем. Итак, справа, вот это вот, что вы видите, длинный ряд – это абрикосы Бродского. Посмотрим на эти шедевры. Я уже предварительно называю их шедевры. Почему? Давайте смотреть. Я характеристику даю подробно. Это просьба моего друга. Итак, перед вами абрикос Сы. Я вам покажу 9 фотографий. Нет, больше. Полтора десятка. Это очень важно, потому что это будущее, по крайней мере, половины России. Предварительно смотрим, что. Представим себе, что то, чего не может быть никогда, вы сейчас увеличите своё уважение к Дальнему Востоку и к Дальневосточному генофонду и к Юрию Васильевичу. Я его называю последний из многих кан, последний динозавр, который пережил все эпохи, начиная с советской. Вот. Но, к сожалению, для таких динозавров до сих пор красную книгу не сделали. Тигра спасают, а таких уникумов, как Бродский, не спасают. Итак, чтобы было не так грустно, посадки косточек Бродского были сделаны весной 15-го года. Подчеркиваю. Загибаем пальцы. В 16-й год им исполнилось 1 год, в 17-м году 2 года, в 18-м 3. И так как сейчас июнь, ну, можно с натяжкой сказать, что им 3,5 года. Хотя на самом деле 3 года, ну, и там 3 месяца. Майя посадки. Майя-юня. Да, 3 года, 3 месяца. Ну, что, как вам? Вот. Я всегда, уже давно знаком с дальневосточными генофондами и утверждаю, это самая мощная галлюкоза в мире. У меня будет головная боль между ними метра полтора. Что мне делать дальше? Я уже проезжал. И так. Построен мой разговор на чем? Вначале крупный план, то есть общий план. Так. И они пронумерованы. Предварительно, потом он их, мы, Сергей Васильевич, назовем их А, компотными, Б, морозостойкими. Ну, еще несколько характеристик, какая-то из них прилипнет. Навсегда. Почему? Потому что они все разные. Итак, смотрите по листьям, смотрите по плодам. Вот это номер один. Вот же крупный план. Обратите внимание. На нем примерно, вот они, косточки. Они культурные. Уже видно, что культурные. Так. Листья культурные. Это будет примерно, ну, по моим понятиям, 40-50 граммовые абрикосы. Больше пока не будут, но я объясню почему. Так. И меньше не будут. Итак, номер раз посмотрели. Номер два. Вот. На нем, правда, мало абрикосов. Вон. И они, пожалуй, помельче. И листики чуть помельче. Это будет, ну, типа нашего Жигуля. Российской автопрома. Простите меня за образное сравнение. Крупный план. Вот оно, видите, вот они плодики, плодики, плодики. Немножечко попроще. Дальше. Я подробно, меня Василий спросил. Я все выдам. Номер три. А, ну да, правильно, номер три. Он спрятался за номер два. Там совсем маленькое расстояние. Вот он. Форма уже совсем другая. Костик. Еще один вариант мы имеем. Да. Посажено было костики не как одного сорта, или сорта образца, или там формы. И вот. Костики были посажены, которые Василий назвал смесь. То есть они из разных мест. Смотрим дальше. Вот он номер три. Это крупный план. Ну, что сделать? Пока трудно разглядеть нечто в этой кроне. Есть тут, да, не самый густой, не самый большой урожай, наоборот. Но все-таки, и тем не менее, он тоже плодоносит. Подчеркиваю, им четвертый год. Один из них, правда, в прошлом году несколько плодов давал на третий. Чувствуете? Четвертый год, и это мы четвертый год номер четыре. Вот он. Это, я уже знаю, что это будет маджурец. Это будет самый скромный из них. Ну, это мои наблюдения личные. Он в прошлом году дал несколько плодов. Вот еще раз, видите, номер четыре. Вот. Вот это номер пять. Там плодики, видите? Вот. Вот это он, крупный план. Согласитесь, тут уже небольшой урожайчик будет. А можете большой, трудно разглядеть в кроне. Номер шесть. Вот они плоды, крупный план. Вот. Ну, это типа амуров. Ну, то есть по размеру. Но уже не плебеев. Итак, номер шесть. Номер семь. Дальний план. Тоже жирные листья, отлично. И вот тут, к сожалению, когда я фотографировал в упор, у меня не получилось. Тут есть плодиков. Ну, немножко. Ладно. Вот. Вот этот у меня не получился. Сразу он не получился. На нем был один плод. Он самый жирный. То есть он, видимо, самый культурный. Вот. Я с него, не дожидаясь плодоношения, срезал десяток веток. Вот. Илья Васильевич, это была необходимость. Вот почему и короче выглядит. Вот эту верхушку я все ветки побредал и разослал. Вот. В основном по друзьям. Почему? Потому что надо было... Мало ли что. А позади-то две сорокоградусные зимы. Заметьте, друзья, мы не нашли пока ни одной ветки подсохшей, подмерзшей. Согласны? Нет? Номер девять. И из этой вот, назовем это первую очередь, это последний. Смотрим крупный план. Вот он. Еще один совершенно культурный сорт, уже говорю. Ну, будет 40-50 грамм, но это уже хорошо. Теперь, дальше. На нем, именно на нем, вот на этом вот, я сделал прививки. Прививки не пошли. Видите? Вроде бы умею делать, а прививки еще более культурных не пошли. В разговоре, уже задним числом разговора с Васильевичем, выяснилось, он гордо сказал следующее. Это очень важная фраза. Очень важная фраза. Ни капли европейской крови, только Дальний Восток. И с разных мест. И вот получилась такая картина. Мой европейец на нем не прижился. Я об этом не подумал. Ну, бывает и приживается, но в данном случае не получилось. Ладно. Значит, раз так получилось, что не получилось, намотаем на ус. Что европейцы трудно идут. Ну, хотя, по двум привыкам судить нельзя. Дальше пошли. Вот это вот, вы их видите, вид сбоку. Раз, два, то есть, девять, восемь, семь, шесть. Вот этот длинный ряд. Вот так он выглядит. Вот, красавцы, ничего не скажешь. Значит, подмерзаний нет. Ветки сухие, не отрезал их, не было. Но, позади две сорокоградусные зимы. Первый вывод. Морозостойкость предельная. Вот так вот. Предельная. То есть, это, он может завоевать Сибирь за счет морозостойкости. Ну, а так как у нас немного посуше, чем при море, то грибковые болезни ему не грозят. Вот посмотрите. Я вам еще не все показал. Вот это вот еще, тоже из этой же коллекции. Но настолько густо были, сходили косточки, что я пять штук отсадил. Раз, два, три, четыре. Пятый, это самое, где-то, а, вот он тут слева. И так пять штук. Но сильно отстали в росте. Где-то по объему хроны раз в три, в четыре уступает. Вот что значит пересадка. Пересадка делается тщательнейшим образом. С комом земли, по возможности, конечно. Вот. Это забор, вон, основной, вот он, вон-то торчит. Это, есть вот этот ряд. Вот, вот этот ряд. А вот это вот соседу я уговорил, уговорил, говорю, давай посадим, мне надо их для лучшего пыления, и надо максимальную коллекцию спасти. Дальше еще не все. Вот эти два листья необычные, загадочные. Из той же серии, ну, там, где густо было два, ну, выбрал два и перенес. Сейчас, ну, сейчас это номер один, у меня три участка, три сада. Вот это номер один, номер два, но номер один перенес. И несколько цветков, но не завязались. И теперь еще год надо ждать. Вот эти будут, я выбрал самые, на мой взгляд, жирные, как бы это сказать так. Самые культурные, вот они. Еще год ждем, и ждем чудо. Еще не все, самое главное не сказал. Напротив, у меня плодоной, ой, плодоной, Ну, в смысле, да, плодоносит, но я не то слово применил. Мощно растет, привитый на манчжурце, так, этот самый, королевский абрикос, видите? Вот, но он позади, я хочу, чтобы вы поняли, потому что сейчас разговор еще не кончен. Дело в том, что мне удалось достичь предельной биологической совместимости за несколько поколений. Вы поверите, что я начинал 39-40 мертвых, потом вторая попытка, это из 120 живых, а потом следующая сотня 40, нет, 50 живых, то следующая сотня 70. А брал-то из лучших на лучшие, то есть из лучших этих. С первого поколения, не каждый раз с одного дерева, а с первого поколения на второй, с второго на третьего, потом я это назвал, очень похож термин на мичуринский, у него насыщение ментором. У меня почти то же самое, но, как бы, своим путем пошел, мы пойдем своим путем, говорил Ленин, я пошел, и получилась вот такая совместимость, так, вот. И, естественно, вот этот мощный рост, а это была посадка тоже, ну, во время покупки 2015 год весна, был посажен однолетний абрикос, однолетний. Вот. И благодаря вот этому мощному подвою, то есть здесь манчжуриц, вот здесь, вот этот кусочек, это манчжуриц, получилось вот такое чудо, специально попросил Юлю попозировать. Тоже, клянусь богом, но он, правда, однолетний посажен, не нулевка, как вот Бродский, а однолетний. Значит, он как бы на год старше. Ну, в общем, еще не все сказал. Почему я его сейчас фотографировал? Он свел, весь буйно свел. Что мы имеем? Мы имеем перекрестное опыление. Теперь так, подчеркну, особенно Юрий Васильевич подчеркнул, самое главное, самое главное, по его мнению. Значит, только это первое поколение, только вот эти вот абрикосы, вот эти вот самые абрикосы, вот это они, только они должны служить основой дальнейшей селекции, вот. А рядом растут, уже следующее поколение будет гибридное, а это уже гибридное, это уже, но следующее еще будет гибриднее, так скажем. Почему? Потому что воздействие супругов, а супруга, вот он, будет, скажем, годом нарастать, нарастать и нарастать, и никуда от этого не идется. Вот так вот. То есть, вот кусочек, видите, вот это я вам показываю, культурные абрикосы. А эти тоже культурные, но эти привиты, эти семцы, все понятно. Вот, ну и еще, что я хочу сказать, я обязательно должен сказать. Да, урожай еще небольшой, где-то может быть на каком-то полведра, на каком-то 100 штук, где-то 30 штук. Вот, надеюсь, больше, не видно в этом, в этой зеленой массе, их плохо видно. Они все будут собраны согласно номерам. Номер 1, номер 2, номер 3, это номер 9. Вот, далее они будут приготовлены отдельно, каждый будет иметь свою баночку, и каждая должна найти своего покупателя, потому что, когда я их продам, пусть это будет всего несколько сотен, хорошо бы, чтобы их тут было штук хотя бы 500, вот, мы деньги почти самоподелим, оба заработали. Вот этот момент, имейте в виду, это нечто особенное, еще не все сказал. Ох, люблю я поговорить. Еще не все сказал. Дело в том, что, как только они вырастут из косточек, вы думаете, они уже должны быть, учитывая, что у них, давайте, два родителя, они уже должны быть хотя бы на уровне 30-50 грамм, но потом, когда вы с них срезаете черенки, по железу, вот это называется, наша песня хороша, начинает сначала. Вы срезали черенки, вы их привели, и получите уже и 50, и 60, и, может быть, и 80 грамм. Вот, но там уже разброс большой, это называется, как карта ляжет. Ну, вроде все сказал. Вроде все, что это. Юрий Васильевич, как только это, а Антон Валерьевич, если меня слышит, просьба сегодня же мне прислать эту самую, ну, то есть закончится вебинар, а вот я попрошу, у меня появились два прекрасных друга, которые у нас появились, которые помогут вырезать этот кусочек, смонтировать отдельный фильм, или, а, нет, можно прям целиком этот вебинар и выслать вашим канадским, американским друзьям. Знаете, что те делают? А просто в полукилометре от линии прибоя, от океана, прямо по горам рассаживают их, вот. Вот это я вам скажу, да. Вот это я вам скажу, да. Нам это только пока снится. Только один из человек собирался горы наши сибирские, как бы, облагородить с помощью абрикосов. У нас они только на Дальнем Востоке растут, а в Алтайских горах и Саянских их нету, и в Райских горах они не растут. Обидно, да? И получается, что эту благородную работу выполнять некому. Так, ну что, с этим все. Переходим к следующей теме. Сейчас глоток чаю. Вот. Я долго готовился, не знаю, что у меня получилось, но сказал вроде все, что думал. Вот. Самое большее меня поразило невероятное морозостойкость абрикосов Дальневосточных. До этого знал они, у меня, слава богу, уже 35 лет. А еще и то, что Бродский подтвердил свое, как бы сказать, звание биолога-селекционера. То, что он прислал, это, так сказать, очередной шедевр, скажем так, назовем. Спасибо. 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 Спасибо.